Это второй урок. Если вы смотрели предыдущее видео, то наверняка помните о том, что экран имеет сетку координат x, y, а также уже знаете, как выводить текст и фигуры на экран. В этом уроке мы разберемся с другим графическим элементом и сделаем клевую анимацию. Кстати, что же такое анимация? Я уверен, вы любите смотреть мультики или анимированное кино. Скажу, к вашему удивлению, все они состоят из очень большого количества кадров, которые рисуют вручную или с помощью компьютера. Если быстро сменять кадр за кадром, то возникает ощущение движения. Хорошо, вновь открываем UI Flow. Начнем с имени проекта. В прошлом уроке мы познакомились с UI Manager, текстом и фигурами. В этом видео мы познакомимся с альтернативным графическим элементом под названием «Рисунок по клеточкам». Если обратить внимание ниже, то увидите соответствующий раздел. Перетащим блок в область программирования. Смотрите, этот блок состоит из клеточек, подобный экрану, состоящему из пикселей. Вы знаете, что экран M5 содержит очень большое количество таких пикселей. Если изменять цвет каждого пикселя последовательно, то потребуется немало времени, зато изображение получится более понятным. Тем не менее, мы окрасим лишь определенные пиксели. И таким образом создадим простые изображения. Затем выполним программу на устройстве. Все отмеченные нами клеточки сетки окрашены. Вот так это выглядит на дисплее. А что если мы окрасим сетку разными цветами? Удалим блок с сеткой. Мы можем выбрать блок «Окрасить клеточку» для изменения цвета конкретной клетки. В прошлом уроке мы говорили о координатах х и у. Здесь концепция та же. По горизонтали — колонки, по вертикали — ряды. Например, окрашу третью колонку второго ряда красным цветом. Я могу выбрать четыре разных клеточки на сетке и изменить цвет каждой. Такой метод позволяет создавать цветные изображения с помощью клеточек. Потратив некоторое время, можно получить цветные картинки. Если мы запустим нашу программу на устройстве, то увидим окрашенные нами четыре пикселя. А сейчас мы попробуем создать анимацию. Конечно же, анимация с применением сетки. Повторюсь, что если менять изображение несколько раз в секунду, то создастся ощущение движения. Сделаем копию сетки с другим изображением. Пускай будет счастливое выражение лица и грустное. Если сейчас запустим, то вы увидите только грустное лицо. Почему так? Причина в том, что M5GO очень мощный. Устройства способны выполнять тысячи команд в секунду. Смена изображения происходит слишком быстро для нашего глаза. Поэтому мы должны использовать блок «Ждать». Данный блок заставит устройство приостановить выполнение программы на заданное время. Добавим этот блок между сетками и в конец. Сейчас, если мы запустим программу, то увидим изменения. Обратите внимание на то, что смена изображения произошла только один раз. Это потому, что программа выполнила четыре шага от блока «Сетап» и остановилась. Если вы хотите, чтобы программа не останавливалась, то используйте бесконечный цикл. Оберните ваш код в бесконечный цикл «Луп» и прицепите всю конструкцию к блоку «Сетап». Запустим программу на устройстве и увидим ее бесконечное выполнение. Хорошо, давайте теперь попробуем сделать более осмысленную анимацию. я решил сделать фейерверк. Сначала будет одна клеточка по центру экрана. Затем точка будет постепенно расти и распадаться, имитируя эффект взрыва. Не забываем про промежуточный блок «Ждать». также мы можем изменить цвет сетки на каждом кадре. Дальше не буду показывать создание всей анимации, посмотрим уже на готовый результат. Сейчас вы наблюдаете работу нашей анимации в бесконечном цикле, повторяющуюся снова и снова. Так будет происходить до тех пор, пока не выключим устройство кнопкой. Если вы хотите добавить управление, то сделайте выбор изображения с помощью нажатия на кнопки A, B или C. А сейчас мы узнаем, как сделать игру с помощью перечисленных кнопок. Хорошо, теперь мы знакомы с созданием анимации. Знаем, что код в бесконечном цикле повторяется снова и снова и хотим уже управлять процессом. Наверняка вы обращали внимание на три кнопки, расположенные на лицевой панели. Эти кнопки программируемые. С помощью блока из вкладки «События» мы можем устанавливать определенные изображения на сетке для каждой кнопки. Попробуйте сделать простую игру. Обратите внимание на то, что данный блок невозможно прицепить к блоку «Сетап». Связано это с тем, что данный блок работает на собственном бесконечном цикле. Мы можем выбрать кнопку «Би» и кнопку «Си» из выпадающего списка. Сейчас я сделаю популярную игру «Камень, ножницы, бумага» с помощью сетки. Для каждого варианта будет свое изображение в игре. В роли камня будет закругленный квадрат по центру экрана. Ваш вариант не обязательно должен быть похож на мой. Разные картинки, разные подходы к отображению игры. В роли бумаги я окрашу контур сетки. С ножницами хитрее. Окрашу два квадрата по левой части сетки. Это будут ручки. Затем проведу от них две линии по диагонали. Это будут лезвия. Вот так. Наша игра готова. Если у вас есть друг с M5GO, то сыграйте вместе. После загрузки кода нажимайте на кнопки, соответствующие вариантом. Сыграйте несколько партий, чтобы определить победителя. Пробуйте. Развивайте креативность, создавая анимацию и игры. Показывайте свои достижения нам, мы с радостью посмотрим на них. Если возникнут сложности, то всегда спрашивайте в комментариях. До скорых встреч! Ведущий Люк Хендерсон перевел на русский язык Димми. Текст читал Сергей Колбинцев. Редактор субтитров Корректор А.Егорова